Как возродить жизнь в населённых пунктах Ненецкого округа? Что нужно сделать, чтобы сёла развивались и процветали? Ответить на эти вопросы и совместно выработать алгоритмы развития попытались главы муниципальных образований. Это актуальное интервью. Здравствуйте! У нас в гостях глава Тиманского сельсовета Олег Давыдов, исполняющий обязанности главы Телевисочного сельсовета Александр Чурсанов и Галина Смирнова, глава Пёшского сельсовета. Здравствуйте! Здравствуйте! И я вот знаю, что в 2015 году произошёл переход полномочий из муниципальных образований на региональный уровень. Каким образом это коснулось Ваших поселений? Что осталось в Ваших руках, а что передали вокруг? На сегодняшний день у нас осталось 20 полномочий плюс 14 вопросов местного значения. Да, вот. И как раз на сегодняшний день решается вопрос о переходе некоторых полномочий обратно в муниципалитеты. Ну вот, предположим, такие полномочия, как осуществление гражданской обороны и ЧАЭС на территориях, дорожная деятельность, ну и ряд других вопросов. То есть, возможно, они в 2016 году, может быть, в 2015 по соглашениям, они перейдут обратно в поселение. Вот у Вас забрали, я знаю, что полномочия по спорту и культуре. Как это отразилось на жизни Ваших сел? В принципе, оно отрицательно не отразилось. Все объекты, все организации продолжают работать в тот же штатном режиме, также продолжают функционировать не в ущерб культуре на территории наших муниципальных образований и спортивных мероприятий. Да, вот тут необходимо по спорту сказать, что в настоящее время как раз в полномочиях муниципалитетов осталось проведение спортивных праздников. То есть, единственное, что сейчас нужно будет проработать механизм, то есть, может быть, это будут специальные люди, с которыми будут заключаться договора на уровне муниципалитета, которые будут организацией праздников заниматься. То есть, возможно, это будут программы. То есть, ну, по большому счету, население этого не увидит. То есть, то, что полномочия перешли, но в любом случае мероприятия, праздники, развитие спорта, оно останется по-прежнему. Совместно с департаментом округа мы будем совместно работать. И, думаю, не в ущерб нашему населению. То есть, все это также будет продолжаться. Ну, вот я знаю, что в вашем муниципальном образовании буквально месяц назад проводились молодецкие игры традиционные уже округом, да? Что-то поменялось или все так же? Нет, абсолютно. Та же организация, то есть, финансирование, которое было предусмотрено еще в бюджете муниципального образования в 2014 году. То есть, сейчас департамент предусматривает то, что мы заложили тогда. То есть, этот праздник прошел, опять же, на высоком уровне. Ну, и в дальнейшем он будет проходить так же. Но у нас много таких праздников проходит. И лыжные праздники. То есть, будем проводить, будем организовать. То есть, связь-то, она между учреждениями и администрацией не теряется. То есть, несмотря на переход полномочий. А вот сейчас люди в ваших поселениях, они с каким вопросом могут прийти к главе администрации, чтобы вы им помогли? С любым. С любым вопросом. Мы, если даже это не наша полномочия, мы все равно участвуем в решении вопроса наших граждан. Мы пытаемся объяснить, куда можно обратиться, как это решить, как это оформить, где через ассоциацию, где напрямую, в какой, ну, в тот же департамент, в Заполярный район. То есть, мы не отстраняемся от решения вопросов нашего населения. С связь есть, и идет работа в целом. Я думаю, что в дальнейшем мы также будем работать активно с округом, с Заполярным районом. Работа будет идти. А вот в целом, как обстоят дела со строительством жилья и других важных социальных объектов в ваших населенных фунтах? Ну, допустим, если взять поселок Индига, на сегодняшний день у нас строится два четырехквартирных дома, один двухквартирный дом, школа на 150 мест. Вот ждем запуска новой ДЭС, а в поселке Волчейском строится новый дом культуры. По нижней пеши могу сказать, что у нас строится школа. Будем надеяться, что ее сдадут к первому сентября. Очень надеемся. Правда, подрядчики у нас не очень организованные, но находится на контроле у Заполярного района вопрос по строительству. И продолжается строительство 12-квартирного дома. Что мы ждем? Тоже ждем его сдачу. Потому что у нас 23, 22 человека, 22 семьи нуждаются в получении жилых помещений и 11 еще льготников. Это погорельцы, дети-сироты, в общем, те, кто имеет право на неочередное получение жилья. То есть жилье востребовано. В этом году мы тоже еще планируем расстрелять один дом по ветхому жилью. То есть движение, оно должно быть. И еще строятся жилые дома по субсидиям Заполярного района, что это очень большое подспорье дается. То есть люди переходят своими руками построенный жилой дом. И сдается квартира в муниципальную собственность, где они ранее проживали. То есть это очень нормальное решение вопроса жилого. А у вас в Тельвиске как? По телесочному сельсовету тоже строительство осуществляется. В настоящее время в Тельвиске строится дом на 24 квартиры. Это подрядчик Наринмарстрой. Строится дом на 12 квартир. Подрядчик Наринмару Каргас. Ну и кроме этого у нас был признан в 2014 году дом в Макарова ветхим. В Тельвиске был проведен аукцион по продаже права аренды земельного участка под строительство 12 квартирного дома. И сейчас мы будем отрабатывать вопрос, вернее уже отрабатываем вопрос с управлением ЖКХ округа о том, чтобы построить на этом участке дом как раз для переселенцев из ветхого дома. Я думаю, что после ввода в эксплуатацию дома на 24 квартиры и на 12 квартир в Тельвиске очередь сегодня у нас составляет по соц. найму 33 семьи. Кроме этого у нас есть Погорельцы, дом, который сгорел в 2011 году в селе Тельвиске. Ну вот с учетом всех этих нюансов, то есть если эти дома будут введены в эксплуатацию и граждане будут расселены, то очередь мы примерно разгрузим на 85%. Вот с этим учетом. Ну и кроме этого у нас сейчас начинается строительство школы на 100 мест в Тельвиске. То есть завезено сейчас спецоборудование для установки свай. Ну поэтому я думаю, что в ближайшем будущем у нас появится еще и школа. Ну вот вернемся к передаче полномочий. Сейчас строительство ушло в округ. И вот как это, будут ли положительные результаты? Потому что я знаю, что зачастую долгострой на селе – это все вина нерадивых подрядчиков. Ну вот по Тельвиске, предположим, да, вот тот же дом на 12 квартир у нас, он должен был сдан в эксплуатацию по муниципальному контракту в конце 2014 года. То есть на сегодня он еще не сдан. Дело в том, что у подрядчика, на субподряде еще были одна организация, вторая, третья организация. То есть были технические недоделки, которые потом другие организации исправляли. Вот. И поэтому вот именно те полномочия по строительству, которые перейдут в округ, то есть есть централизованный стройзаказчик, надзор и так далее, я думаю, что это должно положительно сыграть. Сыграть. В плане строительства, в плане сдачи, ну и в плане именно контроля за строительством. Будем сами уже вести полностью контроль и будем уже отслеживать ход строительства. Главы осуществляют посильный контроль за стройками на своей территории. То есть это и фотосъемка, то есть это и документация проверяется, и предоставляется информация. В общем, что мы можем, какую посильную помощь оказать, мы это пока оказываем. В рамках своих возможностей. Да. Ну вот сейчас постоянно говорят о нехватке квалифицированных кадров, как раз-таки нехватка жилья. Для этих кадров, наверное, одна из причин. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы побороть эту проблему? Ну тут разные пути решения есть для проблемы. На сегодняшний момент, допустим, вот какая практика у нас, даже дома, которые сдавались ранее, 12-квартирные, 4-квартирные, неважно, квартирные дома или дома, блокированные застройки, в них были квартиры так называемой специализированной жилого фонда, которые в дальнейшем организации, предположим, образование, здравоохранение предоставляли своим работникам. Но такого жилья не так много. Может быть, эту проблему возможно решить посредством строительства специальных зданий, может быть, каких-то малосемейных, я не знаю. Но тут еще вопрос, предположим, специалиста, что специалист приехал с города, нужно понимать, что у нас, допустим, благоустройство, степень благоустройства жилья в населенных пунктах, она гораздо ниже, чем в городе. То есть это и дрова, допустим, там уголь, вода и так далее. Ну вот и предусматривать при строительстве, может быть, центральное отопление. Да, возможно, по-максимальному, то есть устанавливать там инженерные системы, то есть отопление, вода и так далее. Я думаю, что тогда специалистов можно будет привлечь. Хотя сегодня меры поддержки государства хороши, на самом деле, да, и подъемные и так далее. Но жилье, это как бы, я думаю, что оно вот во главе стоит. Одно из важных составляющих. Если взять по поселку Индига, допустим, у нас есть больница, и доходит до того, что врачи живут прямо в больнице. Значит, фельдшер, медсестра, главный врач живут прямо в больнице. Потому что нет, жилья не хватает. А те строки, которые шли, допустим, взять двухквартирный дом, должны были сдать в марте 2014 года, два четырехквартирных, в сентябре 2013 года. Долгострои, да, мы это понимаем. И мы страдаем, население страдает, все страдают. Ну, надо как-то с этим бороться. Ну, по Пёжскому сельскому совету я могу сказать, что мы в этом году предоставили квартиру главному врачу больницы, с тем, чтобы он у нас остался работать. Потом медсестре тоже предоставили с отоплением квартиру и учителю. Ну, я так думаю, что мы так дальше будем поддерживать специалистов на селе таким образом. А как вот у вас дела обстоят с производством на селе? То есть растеневодство, оленеводство, рыболовство? По оленеводству у нас функционирует СПК Индиго. В принципе, там нет проблем в целом. Мы обеспечены мясом, обеспечены рыбой. Население занимается рыбалкой самостоятельно. Лавляет там на удочку, допустим, выходные семьи, да, выходят совместно с детьми, там, родители. Если в целом смотреть по сбыту, снабжать население, поселение, в целом и субъект. Конечно же, хотелось бы, чтобы вот в настоящее время у нас созданы департаменты. Там сидят люди, не получая зарплату. Хотелось бы, конечно, в дальнейшем видеть, чтобы они выезжали на места в поселение, с брошюрками, читали лекции, доводили информацию в полном объеме. Доступно, чтобы было, естественно, да, с населением. То есть пообщались, раздали литературу, все, им там разъяснили, объяснили. Может быть, показали, как это сделать, да, с примером приехали, там что-то показали, видеофильм там. Все это решаемо. Мы это можем сделать сами, в принципе, совместно только, естественно. Население, сельсоветы на местах и окружная власть в Заполярном районе. Все это, я думаю, мы можем в ближайшие сроки, мы это сделаем. На нашем муниципальном образовании, я могу пояснить, что мы старались тоже оставить, сохранить производство молочной продукции. Пошли на то, чтобы с 1 января под муниципальное образование у нас была создана структура МКП «Пёрский животноводческий комплекс», в результате чего на территории Верхней Пёши у нас остались, сохранились рабочие места, люди заняты. Молочной продукцией мы с самого начала обеспечивали 3 населённых пункта, в дальнейшие ещё дальние отдалённые пункты. Это у нас сначала Нижняя Пёша, Верхняя Пёша, Волоковая обеспечивались с этой молочной товарной фермы. И дальше по возможности, при транспортной возможности какой-то доставляли и Белушье в Волангу. Но потом у нас тут произошёл тоже небольшой, ну как, проблема такая, что у нас произошёл падёж БК, и поэтому у нас в результате сказалось, как отрицательно, что объёмы молочной продукции уменьшились. Сейчас мы, вот стоит задача перед коллективом, увеличить этот объём, разнообразить ассортимент. Ну и как-то ещё у нас по безработице, хочу сказать, что я считаю, что не такой большой процент в отношении даже других, наверное, населённых пунктов. У нас на 1 января числилось 7 человек, это 6 по Пёше и 1 по периферии. То есть люди как-то стараются всё равно работать или на строительных объектах, или у частных предпринимателей. В общем, ну как бы, если хочешь трудиться, работу найти можно, так скажу. Ну а вот один из вариантов, как раз таки, нахождения себя работы, это открытие собственного дела. Как-то вот вы поддерживаете новых предпринимателей? Да, 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 да. Я сейчас вот тоже веду беседу, что у нас вот, например, есть холодильник в Оланге, он сейчас бездействует, тоже каким-то образом его задействовать там, или, например, рыбу вылавливать, её сохранять до момента отправки, или дикоросы, ну как бы вот веду в этом направлении работу. И ещё как бы будут сейчас вот перспективы, буду, ну такие перспективные направления отрабатывать, но это всё зависит от людей, насильно их не заставишь. Вот, например, у нас Волоковой прекрасная природа, там можно типа туристического какого-то, ну такой базы тоже организовать. Округ активно это поддерживает, малое предпринимательство, поэтому почему бы и нет. Вот как бы одно из направлений. Вот тут, когда вот сейчас идёт семинар, нам подсказывали варианты тоже по занятости населения, это и небольшие птицефабрики, например, а почему бы и нет тоже. Ну это всё нужно желание людей. Будем как бы агитировать, работать в этом направлении активно. У вас в Терлиске там, наверное, попроще немножко с предпринимательством? У вас всего там 10 километров, насколько я знаю, 7, да? 5. А, 5 вообще? Напрямую, да. С предпринимательством, ну, в настоящее время у нас есть граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в том числе и разводят кур, перепелки, да, там гуси у кого-то. Совсем недавно обратился житель, который хочет заняться крупным рогатым скотом, то есть коровами, ну и картофельным производством. Соответственно, мы с департаментом экономики, в частности, как раз связали по поддержке предпринимателей. То есть я думаю, ему там дадут, во-первых, помощь юридическую, да, то есть расскажут, как своё дело организовать. Как сказала Галин Санна, на сегодняшний день у нас в Орге очень большая поддержка для ИПшников, так скажем, да. Ну и индивидуальный предприниматель на селе, то есть это и рабочие места развития, то есть производство. Ну, то есть я думаю, что люди к этому пойдут. К тому же, вот, допустим, у нас производство хлеба на территории муниципального образования ни в Макарова, ни в Устье, ни в Тельвицке хлебопекарен нет. То есть, ну, может быть, это сложно открыть, но, по крайней мере, я думаю, что людей можно заинтересовать и этим заниматься. К тому же у нас есть там граждане, которые очень выпекают вкусную продукцию. Ну, для себя понятно, но вот я думаю, что этим заняться они могут. Вот, может быть, это будут кафе и пекарня, в которой там будут какие-то кондитерские изделия, да, изготавливать. Может, какая-то другая форма. То есть, с Владимиром Сергеевичем мы разговаривали, есть такая идея вообще по-телевски, это, может быть, построить модульное здание типа павильонов, да, в котором будут помещения, то есть, ну, там посмотреть, как-то сдавать, может, еще что-то. Вот по типу КБО раньше, да, то есть, может быть, там будет прачечная, может, там будет парикмахерская, может, там будет торговый зал и так далее. То есть, ну, вот в этом направлении идти, в это направление развивать, то есть, ну, понятно, это и бюджет деньги, это и занятость людей, то есть, ну, и вообще для населения блага, так скажем. То есть, ну, не надо будет лишний раз в город ехать, да, там. То есть, таким образом. Хорошо. А еще вот такой вопрос. Есть ли у вас проблемы с транспортной доступностью? То есть, у вас в Индике, я знаю, насколько только добраться можно самолетом, да? Ну, если взять в целом наш поселок, да, по поселку Индии, по поселку Вучести, да, вот действительно только самолетом по понедельникам-пятницам, в летнее время, в четверг у нас выполняется рейс на Васьково в Архангельск. И вот есть такая проблема, необходим мост для тяжелой техники через реку Щелиха. Соединяет два населенных пункта у нас, да, и получается, что у нас там находится висячий мост пешеходный, вот, и необходимо населению доставлять туда воду, топливо. И при этом еще у нас находится на другой стороне поселка взлетно-посадочная полоса. То есть, необходимо населению доехать. Это на квадроцехах летом, то есть, люди едут прямо через висячий мост. А это все-таки идет износ, амортизация, да. То есть, есть такие вот вопросы, конечно же, возникают. Так, а по пеше я могу сказать, что обычно, ну, как в предыдущие годы, всегда на содержание дорог между Нижней Пешей и Верхней Пешей и Волоковой, которые составляют около 50 километров, выделялось не менее 3,5 миллионов ежегодно. Ежегодно на эти деньги всегда ремонтировались мосты через речки, через ручьи. Шло расширение дорожного полотна. Потом, значит, после дождливой погоды, ну, периодически производилось укат, ну, как разглаживание дороги. В этом году пока что еще эти деньги не заложены. Сейчас я уже обращалась к этим вопросам, ну, раньше и в департамент, но пока что нам эти деньги не выделены. Сейчас, значит, тоже у меня был разговор с депутатами окружного собрания. Этот вопрос будет вынесен на апрельскую сессию. Я так полагаю, что эти деньги будут выделены. Также поднят вопрос по перевозке пассажиров между Нижней Пешей и Верхней Пешей и Волоковой. То есть, чтобы они ездили не за 2-3 тысячи, например, от населенного пункта до населенного пункта, а рублей за 80, 100 или 120. Что это очень, как бы, в семье это не так бы было ощутимо. И рейсы выполнялись ранее, за исключением 2014 года. На маршрутке выполнял по договору, через конкурс, естественно, СПК Арказа Полярия. И люди имели возможность утром уехать, например, в Нижнюю Пешу, там или в больницу сходить, или документы какие-то оформить, или к авиарейсу приехать, там кого-то встретить, и вечером обратно уехать. В общем, это было бы очень удобно. Но я так понимание со стороны депутатов вижу, и надеюсь, что эти деньги будут выделены. Вот еще такой вопрос. Знаю, что с передачи полномочий у вас появилась немножечко такая маленькая проблема по поводу животных. Да, да, да. Да, это все у нас главы подтвердят, что это проблема по всему округу. Это когда у нас наше население, уважаемое, содержит домашних животных, не соблюдая правил содержания. В результате есть и укусы, и население, в том числе и детей, что создает опасность соответствующую. И, пользуясь случаем, хочется призвать, чтобы как-то дисциплинировать владельцев этих домашних животных, потому что по своим полномочиям мы ничего, даже в том числе штрафы, мы не можем оформить. Оформить, а в результате страдают наши населения, наши соседи. Ну, этот вопрос поднимается периодически. Будет обращение от глав муниципальных образований, чтобы внести соответствующие изменения, чтобы у нас были права реагирования на эти проблемы. А сейчас пока идет по нашим заявкам отлов домашних животных, безнадзорных... Специалистами соответствующей службы. Да, тут нужно будет еще практически у всех в муниципальных образованиях приняты правила содержания домашних животных. То есть, может быть, выйдем с инициативой как раз, чтобы в законе округа об административных правонарушениях появилось. То есть, да, как раньше, допустим, у нас была санкция, и если безнадзорное животное у человека выгуливалось без поводка, предположим, без намордника, то он получал штраф. Проблема какая? То есть, не каждую собаку на селе можно, так скажем, идентифицировать. Это собака, допустим, Василия Ивановича, а это собака Ивана Ивановича. То есть, поэтому это и есть проблема. Но вот если ввести эти правила, то есть, соответственно, если человек будет нарушать, то можно было привлекать к ответственности. Кстати, вот по дорогам можно вернуться, да, вот по телевске? Вот вы говорите, да, вот мы рядом совсем 5 километров. Проблемы возникают у нас. Понятно, что в летнее время это и теплоходы ходят, и легкие катера, так скажем, пассажирские. Зимой у нас начинаются проблемы какого характера? То есть, мы от города Наринмара, от столицы отделены водой, да, то есть, городецкий шар, то есть, территория от города до Наринмара. Тут какая проблема? То есть, необходимо содержать ледовую переправу для того, чтобы по ней передвигались автомобили, допустим, другая техника и так далее. Вот. Акватория шара получается от города Наринмара до деревни Йокуша, которая сейчас не жила, это акватория города Наринмара, а от Йокуши до Тельвицки, то есть, до берега Тельвицки, это акватория Заполярного района. Вот тут проблема эта, на самом деле, очень старая уже, то есть, ее решали до этого, пытались решать, по крайней мере. Вот. Ведь когда лед встает, то выходят соответствующие нормативно-правые акты властей города, Заполярного района, муниципальных образований о запрете выхода и выезда на лед рек и водоемов в необорудованных местах. Соответственно, передвигаться по ним нельзя. Вот. Сейчас, конечно, люди обращаются, люди звонят, спрашивают, когда будет дорога на Тельвицку, которая была начата, да, строительство, потом оно было остановлено ввиду того, что были нарушения, некоторые допущены. Ну, сейчас, то есть, выделены средства на внесение изменений в проектную документацию, то есть, ну, я думаю, что дорога это все равно появится, то есть, и дальше, и в Нижней Печере будет развиваться. Дорога все-таки это развитие, в первую очередь. И появится ферма в Тельвицке, и будет там, допустим, молочная продукция, по этой дороге можно будет ее вывозить в город. И, как я говорил, допустим, предприниматели, которые будут свою продукцию производить, также будут ее реализовывать в городе. То есть, вот, ну, дорога это большая проблема. И в этом году, видите, какая погода у нас, то есть, дорога, так скажем, ну, нелегальная, так скажем, да, вот машины передвигаются, все об этом знают. Ну, эта дорога там месяц-два постояла, полтора, может быть, потом метель, потом тепло. В настоящее время мы провели переговоры с фирмой «Навигатор». Они занимаются перевозками между населенными пунктами, в том числе, они сейчас ходят в Тельвицку. Трекол приходит три раза в день, это утром, днем и вечером. Граждане могут свободно перевегаться. У нас эта проблема есть и в Макарово. То есть, в Макарово также у нас отделены печоры. И когда, допустим, ледоход или достав, это период распуты, а там нет хлебопекарни, да, я сказала, хлеб это как бы один из главных продуктов, вот, почта и так далее. То есть, ну, это актуальная проблема, на самом деле актуальная проблема. Ну, я так понимаю, вы все эти проблемы озвучили как раз-таки на семинаре «Глав». Вот что удалось уже достичь по ходу этого семинара? Ну, а… Он вам дал, да. Нет, ну, во-первых, понимание, в каком направлении двигаться, то есть, вот, именно по полному, чем мы разобрались, да, то есть, конкретно, что, кто за что отвечает, какие департаменты, то есть, с кем сотрудничать, куда людей отправлять, допустим, да, если, ну, не отправлять, а, предположим, с кем решать, то есть, совместно эти вопросы. Вот, то есть, ну, семинары – это очень полезная вещь. Очень полезная. И видишь, как дальше уже объяснять людям, да, как это все будет, и, в принципе-то… Встречаемся, общаемся, делимся опытом, да, делимся опытом, и это очень полезно. Все, спасибо вам большое за интересную беседу. У нас в гостях были глава Тиманского сельсовета Олег Давыдов, исполняющий обязанности главы телевисочного сельсовета Александр Чурцанов и Галина Смирнова, глава Пешского сельсовета. Это было Актуальное интервью. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова